Сегодня у нас карнавал. Кто вы, кто вы загадочный принц, и какими судьбами к нам под Новый год. Может, от элементов скрываетесь? Или откроете личико? Нет, мне скрывать нечего, на самом деле. Я Лариса Бузеева, и это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Иветта, Яна и Алиса. А жених у нас Николай. Николай не просто принц, неоднократно титулован. По боксу тайскому был во всем мире чемпионом. Сейчас он тренер, кроме бокса, любит сноуборд. И своим сыном он, конечно, очень горд. Два раза был любовью околдован. Но чары пали, теперь цепями он не скован. Мечтает вкуса славы ощутить. Рассеян во внимании, просил предупредить. Но даму сердца сразу он почувствует, заметит. Сегодня все красавицы у Николая на примете. Кто вы, кто вы, загадочный принц. И почему в маске, и какими судьбами к нам под Новый год? Может, от элементов скрываетесь? Или откроете личико? Нет, мне скрывать нечего. На самом деле, я открою свое лицо. Ну, конечно, такой красавец. Ну, просто преступление скрывать под маской. Такое очарование. За какой невестой пришли? Наверняка вам обязательно внутренние духовные качества, ну, как все нам здесь женихи рассказывают, важны. Да, это, конечно, все важно. Я ищу настоящую. Добрую, нежную, честную, открытую. Нежную, ласковую, верную. Мне кажется, он просто тебя описывает, сто процентов. Сегодня у нас карнавал. Поэтому только в качестве новогоднего бонуса я разрешу вам у одной единственной невесты попросить открыть лицо. Они все будут в масках. А вам, дорогой принц, велю сейчас же переодеться в карнавальный костюм. Хорошо. Какая красота, какая красота. Мы вас ждем, пока побеседуем с вашими друзьями. Ну, как вам, девчонки, такой эксперимент в Новый год? Я считаю, что правильно. А то вот они все нам про физическую, про духовную красоту, а вот... А меня, знаете, что пугает? Все-таки глаза, зеркало души. Как же я... Ну, у тебя звезды подскажут. А как же я смогу считать невест, правда ли говорят или нет? Ой, ладно, Лариса, ну давай не будем. Ты тут рентген, у тебя уже это... А под маской? Сама себя боишься уже. И я сижу, боюсь вообще. Это... Еславиныч, Екатерина, Екатерина и Виталий. Ну, вы как к такой красоте привыкли. И в чем же дело? 32 года, почему один? Мне кажется, что данная ситуация возникла, потому что такая красота была нужна. Видимо, она была нужна слишком рано. Какие-то произошли жизненные обстоятельства, потом было еще и еще. И по возрасту в 32 года человек, наверное, имеет некий багаж опыта, знаний, понимания действительности. Поэтому все это осложняет дальнейший выбор. Хотели бы вы себе такого взять? Ну, на первое впечатление очень приятный молодой человек. Скажите, он зациклен на себе? Он не зациклен на себе. Он просто, как Виталик уже сказал, то, что в результате того, что очень много было женщин... Много было женщин! Он бабник, что ли? Да, он просто работает в коллективе, где очень много женщин. И вследствие того, что он уже хочет семью и хочет создать свой какой-то очаг. Я в данный момент очень близко с ним нахожусь. Мы живем вместе. Я его, вот, сестра его. Я сестра. Родная? Конечно, я родная сестра. Живете вместе в одной квартире? Да, да, в двухкомнатной. А мы думали, вы дворцы, а мы думали, что там покой, и наше невестное ждет просто счастье материальное. Квартира-то большая у него? Ну, достаточно, да. Нам хватает еще и кот. А ты знала, что у него много женщин? Неожиданно, неожиданно. Очень неожиданно. Неожиданно. Неожиданно событий. А кот ваш или чей? Кот наш, Колин. Понятно. Если мужчина с котом, уж не знаю, девчонки, как мы его тут женить-то будем. А может быть, по нашему велению вдруг двухкомнатная квартира превратится в дворец? Да, если уже... Кошка превратится в борзую в русскую, в красавицу. Будет визжать на охоту. Это не кошка, а кот, ларец. Кот превратится в воронового коня. Хорош. Да. Как раньше красиво. Настоящий принц. Вот не скажешь, что бабник-то. Вот смотри, без маски садитесь, пожалуйста, значит, нечего скрывать. Значит, расскажите сейчас все как на духу. Были ли вы женаты? У меня было два брака. Принц наш, удалой. Я жил на полную катушку. Молодец. С первой женой я познакомился, когда мне было лет 20. Мы пробыли... Ну, это было пять лет таких чудесных. И в итоге она забеременела. Мы сделали... Абор? Оформили брак. И буквально ребенку было два-три месяца, и мы развелись. Ну, причины для этого. Мамочка ее вмешалась. Да. Значит, следующим образом, когда родился ребенок, теща прям как-то, ну, влюбилась. Ну, это, наверное, нормально. Вот. Своего внука. Мальчик у меня прекрасный, классный. Роза, мотай на ус. А чего? Я-то чего? Когда родит Ксения, пожалуйста, не надо влюбляться так во внук, и не нужно влезать в молодую семью. Да, им самим. Потому что ты уже сейчас прямо бабушка-бабушка уже ждешь. Жена была беспомощная, ничего не умела. Как она сказала, да, мама ей очень сильно помогала. Правильно, мамы должны помогать. Это правильно. Житья не давала? Да. Знаете, почему-то как-то вот я был лишний в этой семье. И кто кому что предложил? Вы знаете, настал тот момент, когда я просто ей сказал, тебе необходимо выбрать. Либо мы с тобой живем все-таки вместе, потому что... Вы сказали или я, или мама. Я сказал, я или мама, а она выбрала маму и развод. Родственники должны быть подальше от отношений. Ну, лучше, да, ничего не лезть. Ни друзьям, ни родственникам. А вторая жена? Со второй мы познакомились в городе Сочи. А где же еще знакомиться? Да, не говорите. На самом деле она приехала повидать своих родных и близких. Она из Бельгии. Бельгийка. Мы познакомились в городе Сочи. Она бельгийка русского происхождения? Русского происхождения. Вот. Ну, уже много лет живет в Бельгии. Забрала вас с собой? В итоге, да. Она забеременела, и мы решили, что будем рожать в Бельгии, в Европе. Я вообще думала, что жених будет не женат, без детей, без багажа. Одним словом. А вы прямо жениться женились на ней? Да, это было это самое. А по чьим законам-то? По двум. И по нашим, и по европейским. Скажите, а вот ее была неустойчивая психика, когда вы думали, что это связано с беременностью, потому что она все время вас провоцировала на скандалы и лезла драться. После того, как ребенок не родился, беременность не состоялась, она успокоилась? Знаете, наоборот, даже где-то... Агрессия ее стала? Агрессия стала больше. Ну, до какого-то момента можешь все терпеть, как-то прощает. Ну, до шрама, покажите, кстати, шрамик-то где она вам оставила? А, она так... Фужером разбитым. Ну, да. Бондинка прямо, что ли? В один момент кульминация произошла, у меня здесь есть шрам на бицепсе. Верим на слово. Мне кажется, вот ей нужна Яна. Я нежная. Нежная блондинка Яна. Сколько вы там прожили? Практически три года. Долго. Чья была инициатива расстаться? Это была моя инициатива на сто процентов. Вы знаете, когда я ей сказал, что я хочу с ней разойтись, она сказала, я тебя, ну, посажу в тюрьму. Я скажу, что этот брак был фиктивный, что ты мне заплатил деньги. Ну, ладно. Посадят ее, а не вас. Потому что вы бы сказали ей об этом. Ну, знаете, все равно неприятный разговор, да, такой, как бы, я понимаю. Ну, то есть она вас еще и не отпускала. Да. Ух любила, наверное. А почему она вам не давала возможности изучать французский? Она говорит, ты знаешь, я так забываю русский, и я не хочу с тобой говорить на французском. Может быть, она хотела, чтобы вы от нее зависели, чтобы все время спрашивали, переведи, пожалуйста, это, то, объясни. Ну, в принципе, так все время и было, да. А, вот видите, это была ей такая хитрость женская. А сейчас вы хоть что-то знаете по-французски-то? Да. Конечно, мне сейчас нужно спокойная особа, уже такой дом, видишь, ему не хватает очень уюта. А вот детей же когда планируете? 32, вам уже пора. Я хочу большую семью, я хочу как минимум 5 детей. Слушайте, это же давно... Я хочу девочку, очень хочу дочку безумную. 5 детей? Это же какая у нее кость должна быть, чтобы она нарожала, да еще с внешней красотой осталась. Ну, это с меня, я буду ее поддерживать. Ну, пока-то вы еще одного такую как содержать-то можете. А давайте уже, просто мне так не терпится посмотреть на наших принцесс. Давайте. Советуйте, друзья мои, вы лучше знаете Виталия и Екатерина. Естественно, девушка должна быть красивая, поэтому говорить о внутренней красоте, это, конечно, будет нечестно, потому что он все-таки парень у нас довольно-таки приметный. Обтекаемо, Екатерина? Вот с моей точки зрения, чтобы моя душа была спокойна, я хочу ему хорошую хозяйку. Николай, ну вы-то уже точно знаете, кого хотите. Я прислушаюсь к мнению моих друзей. Хозяюшка в первую очередь. Очень важно. На самом деле, все это, все эти качества важные, да, но есть такая какая-то совместимость. Хозяюшка Катя в первую очередь. Тамара, какая ты сегодня красивая, удивительная просто. Просто удивительная, глаз не оторвает. Так приятно слушать. Спасибо, Лариса. У нее даже колгутки, вот чулки даже. Да, я даже колгутки со звездочками. Звезда. Кто же подойдет Николая? Женщина, которая вам нужна, она должна быть для вас лично идеалом. Вы в первую очередь хотите быть первым, но главное, что вам надо, вы хотите до нее расти. Тайно. То есть это должен быть такой образ, с которым хотелось бы расти и до которого хотелось бы дорасти. Но проблема в чем заключается? Когда вы перерастаете своих подруг, вам становится скучно. Это закон любви, ты ищешь лучшую копию себя. Она должна быть идеалом. Я предлагаю вам встретить первую принцессу. Проходите. Я не знаю французский, но думаю, я смогу очаровать тебя и на русском. Очень приятно. Пройдемте. И в это имя сей принцессы. Немного тайны приоткроем мы завесу. Ей 26, момент расцвета красоты. Певица с нотами она на «ты». Каждому свой аромат сумеет подобрать. Мечтает у людей желание исполнять. Под маской принца в ее жизни был злодей. Надеется, что Николай не из таких кровей. Здравствуйте, Ивета. Какой у вас загадочный, необыкновенный образ. Жениху нашему будет трудно. Под маской расследить. Ну, может быть, вы приоткроете завесу, и мы о вас узнаем что-нибудь поподробнее о вашей жизни? Да, конечно. У меня есть видео, которое поможет жениху хоть немножко узнать обо мне. Давайте посмотрим. Очень интересно. Я считаю, что каждая девушка должна быть женственной. Для меня женственность кроется в этих нарядах, которые создаю я сама. В девушках важна не только женственность, но и умение быть сильной. Предлагаю спарринг. Пусть победит сильнейший или проиграет. Иветочка, моя младшая дочь, она очень добрая и капризная. Иветочка, а вы верите в сказки? Вы знаете, да. Ваш бывший избранник был похож на сказочного принца, о котором все девочки с детства мечтают? Да, в моей жизни одна большая сказка, в которой все принцы превращаются в монстров. Вы южанка? Я из Крузии, из Тпилисии, армянка. Мы три сестры родные. Правда? Да. Девочки, какие вы красавицы. Вы младшая, как я услышала от вашей мамы. Да, я младшая, это средняя. Я извиняюсь, хотелось бы вас очень угостить. Я испекла это сама по рецепту моей сестры. У нее своя кондитерская. Вот хотелось бы, чтобы вы попросили. Ой, кондитерская, это хорошо. И, да, пожалуйста, вместе с Светой он получит еще пять женщин. Много родственников. Ну, да. Такое бабье царство. Да, и много женщин. И, Веточка, а я прям буду вам сразу задавать вопросы про сказочного принца. Да, давай. Говорят, работал бизнесменом. Да, он был бизнесменом. Прямо работал бизнесменом. То есть, когда он снял с себя маску принца, оказалось, что там расскажите? С хорошим человеком. А что в нем было такого нехорошего, расскажите? Ну, все началось очень красиво, как обычно это бывает. В общем, обаял, в семью был вхож, с родителями знаком. Нет, родителей он моих не знал. Мы не настолько долго общались, чтобы знакомить его с моими родителями. Сестры мои его знали, племянники. Ну, то есть... Да, и вот однажды вы заходите в кафе. И вот однажды я захожу в кафе, сидит он с девушкой, с тремя детьми, которые называют его папой. И я понять не могла, кино ли это, или жизнь ли это. Было очень-очень больно, но я просто ушла. Не подошли к столику? А он увидел? Он увидел меня, да. Сделал вид, что он меня не знает. Как ты думаешь, ему понравится такого типажа дама? Знаешь, на тренировку к нему ходят абсолютно разные девушки. Откуда я увидела в ролике розовые боксерские перчатки? Это мои перчатки. Не возлюбленный ли вам их подарил? Да. Была еще одна история. Ну-ка, расскажите. Ну, познакомились мы в социальной сети. Парень очень понравился. И мы решили компаниями встретиться. И все у нас как-то так сразу получилось. Мы друг другу очень понравились. Жить друг без друга не могли. Мы созванивались. Расставались только, чтобы дома поспать, душ принять, переодеться. Все. И потом получается так, что до нашего знакомства у него была запланирована поездка. Он уезжает в эту поездку и присылает мне оттуда странные видео с участием каких-то девушек непонятных. И чем дальше, тем хуже. В самый последний день прилета он прислал девушку, которая его целует, обнимает. Это был намек. Я не понимаю, зачем. Я до сих пор не знаю, зачем. И тоже не выясняли отношения и не спрашивали. Может быть, это сестра? Может быть. Кстати, потому что моя дочь виснет на брате, он ее самый лучший объект вообще любви. И она везде просто у него сзади, как рюкзак. Сестра. Сестра, да. А поскольку они одинаковый рост, могут многие усомниться. Вот вдруг. А вы зря к нам пришли. Похоже, у него много сестер. В соцсетях тоже так бывает. Даже у меня был опыт в семейной жизни. Пять лет. Иветочка, а у меня вот про другое. У нас же приданное какое хорошее. Да, ведь? Ну, это мы все делим. Ну, там не остается всего. Четыре семейных квартиры. А что, у вас трое? Ну. Ну, одна-то точно есть квартира, правильно? Две мне. Папа жив? Две мне. А потом у вас фамильные драгоценности. Да, я их не ношу, они уже остаются. Они разные. Они не под... Нет, они... Вот именно духовно не подходят друг к другу. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь его духовно? Я вижу. Третий класс, но я вам. Вы хотите открыть благотворительный фонд и творить добро? Да. Я хочу открыть благотворительный фонд «При желания». Такой оригинальный, название даже одно просто вторгает в шок. Называется? «Три желания». «Три желания». Просто суть моего благотворительного фонда будет в том, что не только больные люди могут туда обратиться. Любой человек, я, ты, вы. Если у вас не хватает денег на какое-то желание, которое вы мечтаете осуществить... А то есть вы только деньгами будете давать? Или прямо мечты осуществлять? Не только я, мы все будем помогать друг другу. А какие бы три желания вы загадали? Первое желание – это любящий муж, семья. Я хочу вообще троих детей. Хочу близняшек обязательно. И это раз. Да. Второе? Второе – я хочу «Дома моря». Не знаю, какого еще. Я не материальная. Нет, я тут подумаю. Да, абсолютно. «Дома моря» и третье. А третье – я хочу, чтобы все мои близкие, семье, чтобы мы жили в одном месте. Она хочет открыть благотворительный фонд, исполнять желания людей. Ты знаешь, не надо открывать фонд. Ты можешь это делать прямо сейчас. Поскольку у нас сегодня маскарад и лица невесты скрыты под масками, я предлагаю три бонуса. Свидание наедине. Либо вы можете посмотреть на детские фотографии невесты, либо снять с нее маски. Я думаю, поговорить с ним наедине. Тогда проходите. Лучше еще и пощупать. Вкусные пирожные. Да, очень вкусные, мягенькие. Заварные, да? А это что за крем? Заварной. Он такой, ну, не калорийный? Яичный. Скажите, это приносит доход, да, у вас же? То есть это не просто вы нам испекли, руку набили уже на это? Да, конечно. Я бы хотел бы увидеть твое лицо. Нет. Пусть это будет для тебя тайной. Я думаю, что ты сможешь разглядеть меня даже сквозь маску. Нет, ну для меня это на самом деле не столь важно. Я просто, чтобы тебе было комфортно. Мне комфортно, не переживай, я уже привыкла к этому образу. Что-нибудь можешь спеть? Спеть для тебя? Ты сама же поешь? Я тебе спою, потерпи. Да. Только шустро, все сразу маску смени, не спой. А что на потом? Чай, кофе потанцуем? Я люблю кофе с молоком, если что. Вы знаете, мужчину нужно чем-то привязать и сделать его от себя зависимым. И не важно, что это будет, секс, кухня, атмосфера, бизнес. Но вот он должен быть привязан. Плюшечки такие прекрасные, можно иметь. Как вы смотритесь прекрасно. Может быть у вас уже и сюрприз готов, и веточка? Да. Покажите. Сейчас она будет петь. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово. Поет, поет, готовит. Я бы забрала бы. Была бы мужчина, забрала бы. Эй! Иди ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вас тоже с Новым Годом! Девочки, спасибо огромное. Проходите. Это был прекрасный сюрприз от прекрасной невесты. Ой, не знаю, как Николай, но у Виталия глаза горят. Но я женат. У меня есть прекрасная моя любимая супруга. Нет, у меня нет брата. Девушка очень интересная. Артистичная какая. Легкая, легкая, свободная. Она свободная, понимаете? Она очень активна, импульсивна. Он был очень счастливый рядом с тобой. Когда мужчина и женщина похожи, это уже много о чем говорит. Хороший знак. Понравилось? Ну, девушка очень хорошая. А тебе, Роза? Мне понравилось. Мне, во-первых, нравится, что девочка традиционно воспитана, очень хорошо, музыкально. Но при этом и понимает, что материальное тоже надо. Дом-то все-таки хоть и вторым шел, но шел. Готовит вкусно. И вы у нее не забалуете. Я думаю, он выберет тебя. А ты выйдешь, если он к тебе? Если честно, я думаю, да. По-моему, Вита потрясающая мягкая рыба. То есть вот это воплощение рыб в их прекрасной форме. Потому что это человек обаятельный, любящий, любящий красоту. У нее Венера с Марсом прекрасная. И я должна сказать, при ее аспектах она всегда будет любимой. Всегда. Прекрасный принц. Я приглашаю вас на сцену познакомиться со второй принцессой. Николай, я м'appelle Яна. Я надеюсь, что под этой маской ты сможешь рассмотреть мою красоту. Очень приятно. Очень приятно. Проходите. А вот и Яна. Леди, мисс, модель. И в 26 всегда легко достигнет цель. Танцует, пишет песни, душевная натура. Умна. Она юрист и за спиной аспирантура. И внутренней, и внешней красотой гордится. Мечтает на обложке глянца очутиться. Когда избраннику открыла все секреты, он исчез. Надеется, что Николай окажется храбрец. Яночка, даже боюсь спросить, какие такие секреты вы открыли своему возлюбленному, после которых он тут же исчез? Я сразу сказала, что я юрист, помощник адвоката, но не упомянула, что у меня много съемок. И когда молодой человек узнал, что у меня есть хобби, как это, он просто не выдержал этого. Аспирантуру закончил умной. А вашей основной профессии, вот юриспруденция, там же все так строго, форма. Да, у меня династия юристов. А вам не мешало это вашей работе основной? Это не мешает, но, конечно... То есть ваше начальство не ставило вам условия, завязывая там, крутить одним местом на сцене? Это серьезный человек, Яна. Нет? Лариса, а что ты решила, что она красавица? Может, у нее там борода какая-нибудь с картошкой? Она же не сама себе покупала эти ленточки, где она мисс и мисс. Давайте посмотрим на видео. А это может какой-нибудь специфический конкурс? Ну, давайте посмотрим. Все девочки с детства мечтают быть принцессами. Когда я выросла, я не забыла о своей мечте и воплотила ее в реальность. Я могу быть разной. Классический стиль – это мой любимый стиль, но я люблю яркую одежду. Ты видишь, когда мы пойдем с тобой куда-нибудь вместе. Я не люблю смотреть телевизор. Я больше люблю читать книжки. А ты любишь читать книжки так же, как люблю это делать я? Я думаю, блондинские длинноногие всем нравятся. У вас же в преданном какие-то есть такие вот, типа, лучшие подружки, девушки, бриллианты? Должны быть, это же силы женщины в камнях. А много накопили бриллиантов? Я думаю, что... А вот расскажите, у вас ведь был молодой человек, да, в 21 год. Да. И вот как раз он вам дарил все эти бриллианты. Да, я этого не скрываю. Я была помолвлена, у меня было кольцо с бриллиантами. Было? Было. Да. А забрал? Нет, есть. А почему до ЗАГСа не дошли? Я думаю, что я была не готова. Он был идеальный мужчина, и он хотел будущее вместе, а у меня была учеба, у меня было движение вперед. Я просто была не готова. Нет, миленькая, но мисс ее не назовешь, честно. Миленькая, глупенькая. А у вас осталось два бонуса. Вы можете посмотреть на детские фотографии Яночки, либо снять с нее маску. Я хочу посмотреть ее в детстве. Давайте посмотрим вместе. Какая хорошая. Какой умный, осмысленный взгляд. Мне кажется, я не изменилась. А вы не блондинка, правильно? И только без маски, но и без макияжа, красавица. Так все-таки, помимо бриллиантов, которые от бывшего досталось, я смотрю, у вас на шейке тоже бриллиантики. Ну, не секляшки, уж точно. Поедете к нам, у нас двухкомнат. У вас в Ярославле, я знаю, и автомобиль, кстати, покупать не надо. Да. Поедете? С любимым мужчиной, куда угодно. Николай довольный. Сложный будет выбор, однако. Да? А я думаю, легкий. А я хотела бы пригласить Николая для того, чтобы мой сюрприз состоялся. Пожалуйста. Пожалуйста. Не, ну танцевать я не буду. Петь я тоже не буду. Ты другую возьмешь. А это уже современное? По кругу. А они все повторяют, что ли, сзади? Молодцы! Спасибо! Спасибо. Спасибо большое. Яна и Екатерина, вы нас порадовали. Пройдите в комнату. Да, величаво шагает, не спешит. Виталий и Екатерина. Ну и без снятой маски. Видно, что девушка очень... Внешние данные у нее хорошие. Вот. Добрая. Конечно, за такой период очень... Не поймешь, что скрывается у человека внутри. Обычная, образованная, из прекрасного русского города. Энергетика очень располагающая. Он так меня поддерживал в танце, мне очень это понравилось. Он очень приятный. Да, конечно же, умна, юрист, работает помощником адвоката. Говорить о каких-то дальнейших семейных ее показателях невозможно, потому что, конечно, она себя не проявила в данном образом. Не проявила? Ну, я ничего не увидел. Это мой взгляд. А Николай, может быть, что-то увидел? Николай? Очень эффектная. Комфортно вам было существовать на сцене вдвоем? Станцевались, как думаете? Станцевались, да. Станцевались хорошо. Вы бы не стали ревновать, как ее предыдущий молодой человек? Я бы, наверное, стал ревновать. Тоже стали бы, да? Я думаю, что вы равны. А я за равные браки. И вы приезжие, и она приезжая, и вы пытаетесь завоевать столицу, и она... Вы хороши собой, будут красивые дети. Мне нравится шестилетняя разница в возрасте. Она достаточно открыта. Мне маска абсолютно не мешала разглядеть ее и почувствовать. Лариса потрясающая женщина. Мне кажется, она меня прочитала. Я не вижу ни одного «но». Но вот если только Тамара, что-то сейчас по звездам мне... Очень активная и деятельная девушка. Она всегда будет задействована в обществе, всегда будет работать не только для семьи. Семья для нее, кстати, играет огромную роль. Она очень хочет любви, и хочет семьи, и хочет реализоваться в обществе. И все эти три составляющие будут всегда. Поэтому, конечно, это повод для ревности, безусловно. Абсолютно так. Вы ищете супругу авторитетную, но идеальную. Может быть, ей не нужен абсолютный идеал, понимаете? Но она жаждет любви до самого конца, чтобы вот ее любили без оглядки. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Еще есть одна невеста. Принцесса. Знакомьтесь. Говорят, с Новый год желание исполняется. Я свое уже загадала. А вот сбудется ли оно, узнаем прямо сейчас. Проходите. Алиса словно из страны чудес. Она, конечно же, не из простых невест. Работа в фитнес-клубе к спорту приучила. И, оставаясь хрупкой, она в боксе обретала силу. Любит собак. Их преданность всегда на высоте. Мечтает, чтобы под Новый год желание сбылось. И Николай сегодня будет ее личный Дед Мороз. Здравствуйте, друзья мои. Алисочка. Молодец. Тоже решила подсластить. Смотрю, спринься сладости. Я решила принести. Собственное приготовление. Конечно. Угощайте. Конечно. Это сладость из детства. Из любого детства. Нет, Дед Мороз, давай сюда подключи. Как поставить, как тянуться. Да, Лисочка. И поделитесь, дорогая, секретом. Здесь никаких секретов. Нет, нет. Какое у вас желание в новогоднюю ночь? АПЛОДИСМЕНТЫ Поделитесь желанием. Желание самое банальное для холостой девушки, одинокой девушки, это найти свое счастье, наконец. А счастья не было у вас до 27 лет? Конечно, было. Не конкурентка? Нет, сто процентов. Вы занимаетесь в тренажерном зале? Каждый день хожу заниматься. То есть я свой день полностью распределяю так, чтобы не оставалось столько сил приходить домой, лечь спать, накормить кота, сделать какие-то бытовые дела по дому. Но так как я живу одна, я этих дел не очень много. И вот вы встречаете? И вот получается у меня такая ситуация, что подписана я на одного молодого человека достаточно очень долгое время, как интересная страничка в соцсети. И в один день прекрасный я решаю заняться танцами. И пошла я заниматься, и после урока танцев захожу я в тренажерный зал, и проходит мимо меня тот молодой человек, на который я была подписана уже в течение года. В какой-то момент хотелось сказать ему... Сердце в пятки? Ну, я не знаю, что на тот момент я ощутила. То есть вы не познакомились на этот раз? Нет, конечно, нет. Но я для себя приняла решение, что, наверное, я буду посещать именно этот зал. Хорошо, у вас завязались с ним отношения или нет? Нет, конечно, нет. Не завязались? Нет, нет. И даже на свидание вас ни разу не пригласил? Было... Несколько раз мы пили кофе, и один раз катали... А вы как клиентка там сидели, да? Нет, я работаю, но только моя сфера... А кофе ты пили как? Как коллега коллегой? Нет, кофе мы пили уже как знакомые, как приятели. И в ходе разговора вы узнали, что он не женат? Да, я узнала, что у него есть ребенок, которому 8 лет. И вы его пригласили покататься на лошадях? Именно. А он что? Представляете, согласился. В социальной сети знакомилась, да. Я считаю, что для любого мужчины пройтись с такой девушкой эффектной, красивой, это гордость. Николай, вам симпатично, Алиса? Да. Знаете, потому что тут какие-то мне смутные сомнения. А давайте на экран посмотрим, что о ней говорят, ее близкие. Моя родная сестра легка на подъем и крута на поворотах. В ее жизни было много тяжелых испытаний. Она любит заниматься спортом, и вообще она умница и красавица. Я уверен, что ей осталось совсем немножко, чтобы найти свое счастье. И вообще она отличный друг. И никогда не оставит трудную минуту. А еще она любит собаку. Сначала я учила ее готовить, теперь сама у нее учусь. Моя дочка. Да моя дочка сама ремонт в своей квартире делает. А вы говорите. Вот. У плохого человека не может быть такой крутой группы поддержки. Я бы обратила внимание на Алисочку. Так мило. Очень классно. А вы, Николай, многое знаете. Ну, по соцсетям же, конечно, да. Тоже же публичная личность. Послушайте, ну, уже шагов отступления нет. У вас остался один бонус – снять маску с лица невесты. Когда я увидел вафельный торт, я заподозрил что-то. Ой, такой вкусненький вообще-то. Потрясающе. А что, рецепт знаете? Не, я просто люблю его очень. Да? Ну, он простой и очень вкусный. А что за подозрили-то? Мне кажется, с немецкой. И вот, кстати, наверное, это единственное, что он съел с удовольствием и легко. А, то есть она, вы считаете, понятно, что она пришла за вас бороться адресно. И она учла ваши пристрастия и приготовила ваш любимый торт. Я бы маску с ней месила. Сними маску, пожалуйста. А может быть, мне кто-нибудь поможет это сделать? Запросто. Надо с тебя ему снять маску. Я уже сняла маску. Уже заходи, только забирай меня. Как хорошенько. Вы когда только зашли и сели на это кресло, Тамара мне говорит, она трясется, как осиновый лист. Я поняла, что это не просто волнение очередной кандидатки в жены, а что в этом есть что-то особенное. И как вы сбивчиво, я из вас вытаскивала историю. Вы, конечно, никакая не Алиса, а Марина. Бывает. Такая чайс, вы себя продали. Ну, я не буду, как на детском утреннике, видеть, что зайчик сидит под кустом. Я буду говорить, правда, ужель та самая Марина. Ну, конечно, вы тот самый Николай, да, из соцсетей сразу узнали. Ну, конечно, догадались. А ты в какой момент узнал? Когда увидел. Что вы так влюбились? Я не могу сказать, что я полностью определена в своих чувствах. Вот. Ой, ну, кокетка. А, да, да. Мне кажется, она, да, ей очень нравится, молодой человек. Только ощущение, что она заплачет. Очень лестно, наверное, когда женщина в вас влюблена. Или вас это грузит и напрягает? Ну, конечно, приятно, когда тебя любят, когда ты во внимании. То есть тогда будем считать, что все-таки в Новый год... Уже хватит добиваться. Но все-таки в Новый год чудеса случаются, и я тогда буду думать, что это чудо. Потому что Марина узнала, что вы будете у нас на программе. Она позвонила редакторам. И вот они все это для вас придумали. Хитрицы. Да, да, да. У вас еще есть сюрприз? Да, конечно. Покажите. Сюрприз. Она будет голубее выпускать. Голубее? Я шучу. Ну что ж, Николай, на ринге я тебя вижу постоянно, часто. А вот какой ты в быту, я абсолютно не знаю. Перед тобой лежат часы. А тебе нужно их собрать и завести механизм. Слушай, она испытывает... Я говорю, она борец. Там уже что-то полетела. Здесь два болтика всего лишь. Если бы она была ее разбить, я бы это быстро сделал. Закрывай, закрывай, закрывай скорее. Это не надо, это лишнее. В чем интрига там? Вот эту надень. Вот эту надень. И заверни. Заверни. Ну, теперь осталось самое главное. Это подключить к питанию. Ух ты! Плюс-минус знаешь где? Да. Ага. Показ вернул. Все, поставь. Ну, твои пошли. Посмотри, собрал. Видишь, как он молодец. Новый год. Настоящий мужчина. Все. Все сделала. Я пи-Нью-Йорк. Все удалось до конца. Я хотела поздравить тебя с Новым годом. Сказать то, что Новый год это год огненной обезьяны, 2016. Ну, обезьянка есть, огонь добавили. Хочу пожелать, чтобы у тебя было все очень хорошо. Чтобы у тебя все получалось. Чтобы ты нашел свою мечту и исполнил свое желание. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Спасибо, Мариночка. Я уверена, что ваше желание сбудется. Забирайте своих друзей. Спасибо. Виталий и Екатерина, что вы сейчас чувствуете? Интересная, конечно, ситуация сложилась. Я, в принципе, уже на половине рассказа поняла то, что она говорит про Колю. Для меня это тоже было неожиданностью. В общем, наверное, Коля ее знает лучше, чем... Я даже сказать могу сказать. Это некая история любви. Возможно. А в конце которой пока стоит вопрос. Я думаю, тут без вариантов вообще. Николай, вот вы чувствуете сейчас радость или скорее неловкость? Мне было неловко, да. Я как-то удивился, потому что я не ожидал такого разворота событий. Скажите, а вот когда вы приняли приглашение покататься на лошадях и пили кофе, не чувствовали, у вас что-то там зарождалось или это было чисто дружеское? Нет, ничего из того, ничего не зарождалось. Ты считаешь, ты его зацепила? Не говорите. Зашнуровалась? Это ужасно. Я не так планировалась. Роза? Ну, со мной можно и соглашаться, но я считаю, что первый закон Дарвина гласит, выбирает женщина. Мы лучше знаем, кто нам нужен и главное, кого потянем. Поэтому Мариночка пришла в адрес нам. Она знает, кто ей нужен, главное, кого она потянет. Марина романтичный рак. И, пожалуй, вот она наделила вас какими-то своими чертами, мне так кажется. Потому что, в первую очередь, что ей нужно в любви от человека, ее чувства должны быть родственные. Она, видимо, увидела в вас какую-то родственную природу. Интересно, ну вот, как я реально все слушать, что там творится? Или они... Или... Или у него все мимо ушей. В данной ситуации, должна сказать, что, конечно, она хочет пробить вот эту вашу внутреннюю стену. Добиться. Вот знаете, как вот бывает неприступный кто-то, и человеку хочется его получить. Вот. И вот в данном случае это примерно так. Мужчина всегда привлекает непробиваемость. Друзья мои, посоветуйтесь. Ну что, хочу вам сказать следующее. Первая девушка, она настолько импульсивна, да, настолько активна. Мне кажется, она просто... Это мое личное мнение, конечно, свое. Она, мне кажется, просто будет давить. Почему-то у меня такое мнение. Третья девушка, если бы... Ты думаешь, она будет преобладать? Да, конечно, она будет преобладать. Это видно далеко. Это мое личное мнение, да, как бы. Еще раз хочу подчеркнуть, она просто будет... А с двух сторон может, наоборот, толкать. Нет. Она хочет быть первой. Она хочет быть лидером. В семье должен быть лидер один. Я не люблю вот этих певичек всяких разных, честно, вообще нет. Веточка, я скажу так, лучше тебя здесь нет. Ну просто, надо же обсудить, оценить. Екатерина и Виталий, слушаю вас. Яна наиболее интересна Николаю, так как они очень похожи по многим факторам. Спасибо. Катя? Я соглашусь с Виталиком, мне тоже нравится Яна. Катя, мы всех очаровали. Ура, 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 ура. Как вам девушки? Все просто шикарные, на самом деле. Это такой для меня прям тяжелый будет выбор. Тут и, знаете, где-то что-то и затронуло, тут и... Ну, они настолько разные все, да, по-своему интересные. Потрясающие. Потрясающие все девушки. Конечно, на меня наибольшее впечатление произвела и Ветта, по всем статьям. И внешне, и артистичное, и свободное, и легкое. Но, как бы она ни говорила, что для нее материально это вообще на сотом месте, потому что у нее все есть. Я не думаю, что вам будет комфортно существовать в этой семье. Без денег, как жить? Тут желание не закатать, что надо пахать. Надо пахать, да. Яна готова. Пойдет за вами на край света. При этом она хороша собой. А Марина, которая приехала специально к вам, и пусть так неумела, пусть так скомканно, и пусть сдала себя с потрохами на первой минуте, и переволновалась, и все. Но она не актриса. Если бы она повела себя по-другому, у меня бы возникло сто вопросов и сто сомнений. Понимаете? А она мечтает о вас. Мечты должны сбываться. По-человечески, конечно, я хочу, чтобы вы пошли к Марине. Выйдешь? Ну, да, как неожиданно. Я думаю, не выйдет. Мне кажется, что Марина могла стать той женщиной, которая могла бы осчастливить вас, особенно в новогодний праздник. Я за Мариночку. И звездочек. И за чудо. Для семьи, на мой взгляд, может быть, я испорчу вас всем настроение. Но для семьи, на мой взгляд, Ивета наиболее подходящий вариант. Яна для роста над собой. И как близкий человек, и для дружбы Марина наиболее подходящая. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь счастья в новом году. Три невесты. Первая, вторая, третья. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Женщина заглядывает прямо в глаза мужа с утра. Что ты хочешь, любимый? Отбивную или блинчик? Или просто займемся любовью? Ну, конечно, там хотелось бы вот раз. Приятно же быть мужчиной-то. Вот прям мужчиной-мужчиной. Да, я, в общем-то, это не отрицаю. Быть мужчиной, конечно, да, это хорошо. Я приглашаю всех выйти и поддержать Николая. Спасибо тебе большое. Я безумно счастлива и неожиданно. Мне кажется, что этот новый год, он будет волшебным. Однозначно. У нас есть пара Николая и Яна, если вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давайте поженимся.